На территории региона осталось всего 150 участников и инвалидов Великой Отечественной войны. На территории города Владимира 53 человека. И у нас есть с вами уникальная возможность успеть сказать им все наши слова благодарности, пожелать им крепкого здоровья и долгих лет жизни. За партами ученики 6 класса по расписанию урок истории, словно из будущего ребятам всего по 12 лет. В руки учебники про историю Великой Отечественной войны они возьмут только через три года. Но волонтер Татьяна сегодня с почетной миссией. Ребята пишут письмо победы. Школьники в основном опираются на опыт встреч с ветеранами в своих семьях. Они еще застали участников Великой Отечественной войны в виде своих бабушек и дедушек. Они делятся этим с ветеранами, которым они пишут эти письма, и рассказывают о своих впечатлениях. С благодарностью за подвиг так начала свое письмо Даша Гурулева. В прошлом году не стало и ее прабабушки. На фронте рассказала девочка, она была медсестрой. Ветеран редко, но делилась воспоминаниями о войне, о голоде, страхе и раненых солдатах. Она рассказывала про некоторых раненых, которых она спасла. Иногда случалось, что прямо на битве приходилось утаскивать человека с оторванной ногой. Подчеркнуть связь поколений, то, что передала в письме Даша, эту же мысль поддержала и ученица девятого класса. Один из любимых школьных предметов Полины – история. Вместе с одноклассниками девушка уже изучает события Великой Отечественной войны. Она знает, что за годы страшных боев было написано почти 11 миллиардов фронтовых треугольников. В каждом вера, надежда и любовь. С такими же чувствами Полина писала свое письмо Победы. Поблагодарила еще раз за то, что они сделали для нас. Хотелось бы, чтобы все-таки люди жили подольше, чтобы больше рассказывали информацию будущему поколению, чтобы все понимали, как это было трудно и как это было тяжело. Ученики 35-й гимназии написали полсотни писем Победы. Их ветеранам передадут волонтеры 9 мая. К всероссийской акции присоединились не только школьники, но и учителя. Сказать спасибо лично поколению победителей уверены педагоги – долг каждого. И мы сейчас со старшеклассниками недавно вернулись из Волгограда. В честь начала Сталинградской битвы мы посетили этот прекрасный город. И когда мы узнали еще раз такие факты, что жизнь солдата длилась 3 секунды, а жизнь медсестры 15 минут, это, конечно, заставляет задуматься о многим. Как жертвовало то поколение ради того, чтобы мы сейчас могли жить. Сделать доброе дело можно и онлайн. Официальный бланк письма есть на сайте волонтеров Победы. Его нужно скачать, заполнить и отправить на почту проекта. При этом в сообщении важно указать тему, письмо Победы, регион и контакты для связи. Игорь Липский, Наталья Замнина и Вячеслав Сноровкин. Продолжение следует...